Президент Казахстана объявил мораторий на предоставление земли под строительство в радиусе 30 километров вокруг Астаны. Нурсултан Назарбаев заявил, что хоть и положено гражданам 10 соток земли, но выделять участки можно лишь там, где есть все коммуникации. Несмотря на это, желающих построиться немало. Мне кажется, любой человек хочет хорошо жить, правильно, иметь свой угол, хоть какую-то крышу, не так же по квартирам мотаться. Примерно у меня четверо детей, я уже сколько лет по квартирам мотаюсь. В самом крупном городе Алматы создан целый комитет бездомных и безземельных. Помощь и поддержку им пообещал экозащитник Мелс Елиусизов. Сегодня он специально собрал всех очередников на квадратные метры, но встреча получилась какой-то скомканной. Есть закон, есть указ президента о выделении вот этим людям по земельному участку для строительства домов и все проще. Ведь государство разрушило сельское хозяйство и весь народ пошел в города. Есть сейчас масса земель, так сказать, растащили, не используется. Ну, кто-то покруче, кстати, они продают, сейчас идет спекуляция с землей, больше ничего. По словам господина Елиусизова, в комитет бездомных и безземельных только по Алматы поступило около полутора тысяч заявлений. Все эти люди верят президенту, который обещал дать каждому казахстанцу 10 соток земли. Менсионеры Антаева уже много лет живут в съемном доме, за который платят 40 тысяч тенге. На двоих же они получают около 60. Сейчас очень тяжело приходится. Мне бы дали здесь что-то, мне нечем даже построить, нет нищета. Владельцы огромных земельных массивов вокруг Алматы не знают о том, что такое нищета. На давно распроданных участках не строят дома и не используют их в сельском хозяйстве. Комитет бездомных и безземельных планирует инициировать приостановку продаж земли размером больше 50 соток. Мы же не просим в центре города. Есть по Алматинской области, в сторону Толгара, в сторону Каскелена. В принципе, люди и там бы хотели землю получить. Мы все знаем, да, кому эти большие массивы принадлежат. Всего по Казахстану больше полутора миллионов человек числится в списках на получение земельных участков. Однако уже не первый год высокие чиновники твердят, есть правила, и раздавать землю без инфраструктуры государство не может. У нас обычно так. Выделяется просто земля, к одному участку подводится вода, к другому дороги. А воду тоже не так просто подвезти. Мы сейчас стараемся это все упорядочить. Вроде как и пример наглядный есть. Микрорайоны Шанырак и Бакай. Тысячи людей строили дома, чтобы иметь крышу над головой. Без документов, коммуникаций и элементарных удобств. Закончилось все трагедией, кровопролитным противостоянием государства и его населения. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан.